Ранее в арк. Ой, я бы не советовал тебе сюда идти. Я сам не хочу сюда идти, валим! В этой серии. Нам надо приручить Грифона. У меня так сердце просто стучит, он летит за мной. Давайте встанем внутрь клетки и заманим его сюда. Итак, Пауэр Дрыщ бежит себе домой. Вид от первого лица. Коллега! Коллега! А вы слушаете мой рассказ? К сожалению, да. Но тогда что вас так расстроило? В этих ваших историях я постоянно слышу вид из глаз Пауэр Дрыща. Вид от лица Пауэр Дрыща. Вид от первого лица. Что это значит? Это значит, что Пауэр Дрыщ не просто какая-то абсурдная история, которая безосновательно на ходу выдумывает объевшийся древними грибами человек в шляпе, прикрывая коварную хмылку залупой. Пауэр Дрыщ реален и видит мир своими глазами. Так же, как мы с вами. В том-то и дело, что нет. Все это время нас с вами видно лишь со стороны. Словно это я чья-то выдуманная история. Вот бы понять, каково это. видеть мир своими глазами. Коллега, давайте оставим ваш экзорцистальный кризис на потом. У нас тут в истории Грифон намечается. Это называется экзистенциальный кризис. И можно мы хотя бы одно мгновение уделим мне и моим переживаниям, и повременим с дальнейшими попытками кого-то развлечь вашими идиотскими бреднями? Грифон, коллега, он ждать не может. Почему не может? Потому что он... Какого черта? Его забрали. Неужели он вот так вот просто возьмет и исчезнет из этой истории? Небеса услышали меня? Погодите. Ведь деньги все у него. Без него я не смогу купить билеты домой и убраться отсюда. Черт, придется бежать за ними. Это что такое? Сим, хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Ark Survival Evolved. И вы станете снова свидетелями прекрасного, захватывающего, эпичного приключения Пауэрдреща. Что сегодня его ждет? Дно или вершина? Я не знаю, что его ждет, но знаю точно, что он сегодня будет пытаться приручить Грифона. Очень надеюсь, что у меня это получится сделать. Приступаем. Ах, какой прекрасный солнечный день. Пора перетаскивать своих животных в новый дом. Раб, иди сюда. Лети. Ты офигеешь от того, что сейчас увидишь. А? Че это такое? Ты что здесь делаешь? Каким-то образом здесь заспавнился. Тебя здесь не должно быть. Ну вот кто мог ожидать, что возле моего дома будет стоять... Кастуридес. Тебе нельзя здесь быть. Иди отсюда. Хорошо, я пойду. Иди, иди, а то стрельну... Ой, стрельнул, извини. А это хорошая мысль, кстати говоря. Я могу его приручить же. Давай спи. Блин, я убил его. Черт. Ничего, Орлана, мы добудем нового Бобрана. Это же Грифон. Это же, мать его, Грифон. Бобер отменяется. Нам надо приручить Грифона. Оп, Грифон отменяется. Секундочку. Как всегда, сломя голову побежал. Делать то, о чем не подумал еще как следует. Я ведь хочу сделать все по-умному в этот раз. Давайте соберем как следует ресурсов. Я скрафтил 6 ворот. Скрафтил 2 двери. Если вы считаете, ребят, что я батика прокаченный, то ставьте лайк, потому что я сейчас так грамотно приручу его. Я надеюсь. О, боже мой. Сколько я уже бегу так? Черт знает сколько часов. Стоп. На мне же часы. Легкие. Я аж забыл о них. Не разрядились? Хорошо, держит заряд. Пульс в норме. Уровень кислорода в крови тоже. А уровень стресса? О, нет. Надо срочно успокоиться. Почему я всегда так нервничаю? Звонок? Коллега, меня схватил Грифон. Надеюсь, вы целы? Это же не меня схватил Грифон. Я в норме, судя по тому, что показываю часы. Ах, Watch Fit 2. Правильно, что на деле. Они помогут вам закрепить полезные привычки. Ваше здоровье это залог успеха наших раскопок. Где вы? Как мне вас найти? Посмотрите наверх. Так. Если внимательно присмотритесь, то заметите такую синюю штуку. Какую? Она такая громадная и тянется от горизонта до горизонта. Это называется небо. Все верно, я где-то там. Надеюсь, вас все-таки убил Грифон и теперь вы летите к свету. Совсем наоборот, коллега. Я стремительно лечу вниз. Вы живы? Да. Как? Ну, знаете, как говорят, умникам везет. Говорят совсем не так. Ух, как я бы хотел сейчас взбеситься на вас, но мне надо понизить уровень стресса. Как вы спаслись от Грифона? Ну, пока он нес меня в своих лапах, я изучал его и решил добыть немного знаменитого грифонского молока. Что за бред? Какое еще знаменитое грифонское молоко? Ну, оно бы стало знаменитым, если бы я его добыл. В любом случае, грифону не очень понравилась моя выходка, и он расцепил лапы и отпустил меня. Помни о стрессе, помни о стрессе. Ладно, вы целы и здоровы, и я тоже в порядке, судя по часам. Я так понимаю, это ваши? Нет, теперь не мои. А чьи? Мои, что ли? Нет. Грифона. Что? И ставим последние врата. Так, их нужно открыть, потому что мне нужно будет сквозь них пролететь. Блин, я никогда еще такого не делал, но так делают батьки. А значит и я. Стоп, 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 давайте проверим, вообще поместится ли там грифон. Если орлана пролетит, то и грифон тоже. Да? Отлично. Все. Надежная ловушка. Но вот орлана ненадежный партнер для приручения грифона. Нам нужно пересесть. Терродрыщ, твой выход. Летим. Где он? Здесь еще? Не вижу его. Ах, вот он красавчик. Ну, давай. Хренач. И лети. Мне так в сердце просто стучит, он летит за мной. О, боже мой, боже мой. Так, все, все. Успокоились, успокоились, все хорошо. Маним его к клетке. Теперь четенько пролетаем внутри клетки сквозь нее. Где он там? Вон он. Вижу его крылья. Он поедит за мной четко по вейпойнту. Нет. Осторожней, осторожней. Еще разок. Давай. Все. Лети. Лети внутрь. О, блин. Да почему он в обход летит? Говно такое. Птера. Нет. Нет, 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 нет. О, боже мой. Окей. Все, не паникуем. Он не сильно его покоться, кстати, щадящими ударами его бил. Ну, чисто так, давайте по-отцовски. Не делай так больше. А мы сделаем. Мы сделаем. Лети. Осторожней, блин. Подлагивает немножко. Хорошо. Вот сейчас должен пролететь. Так. Блин, черт, я так нервничаю. Что он делает? Стоп, он летает вокруг клетки. Он начал бить мою клетку. Этого я не предвидел. Давайте встанем внутрь клетки и заманим его сюда. Пусть он ударит нас еще пару раз. Внутри. Он не может влететь. Он что, не такой маневренный, что ли? Вот. Да, да. Да сулочи, стой. Блин. Стой, 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 стой. Давайте. Не паникуем. Все, он сейчас залетит. Мы сейчас подломим его. У него нет выбора, кроме как сюда залететь. Он очень хочет нам напнуть. Воспользуемся этим желанием. Давай. Нет. Мимо пролетел. Чуть-чуть ближе встанем. Его просто радиус поворота слишком большой. Надо чуть-чуть встать вот сюда, ближе ко входу. Ну, сейчас точно залетит. Раз. Ладно, напнул. Ничего. Один синяк. Это не страшно. Это так тупо выглядит. Есть. Давай. Все, закрываем. Окей, следующую. Следующая дверь. Вставай. Вставай, пауэрдрюш. Птера, закрывай. Есть. О, наш. У меня сердце колодится просто. Подбери слюни, Евгений. Вот он беспомощный. Как здорово, блин. О, такие эмоции. Я никогда такого не делал. За 6 лет. Или сколько я? 7 лет играю в эту игру. Ни разу такого не делал. Блин. Крафтим очень много наркотиков. И куча стрел, разумеется. Я даже не знаю, сколько нужно для него. И убить бы его, как бобра, случайно, стрелами. Ладно, я думаю, он достаточно крепкий парень. Все, ты успокоился, нет? Сейчас мы тебя успокоим. Вот. Не попал почему-то. Прямо в мягкое место. Вот, хорошо вошло. Вот, хорошо. Тихо, 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 тихо. Все в порядке. Это для твоего же блага. Ты станешь разумным, цивилизованным грифоном. Есть. Упал. Смотрите на его параметры. Отличные параметры. Как насчет аперитива в виде ягоды. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Птера валим быстрее. Нам нужно добыть много мяса. Лететь-то, в принципе, не очень далеко. Ускорься. Мы на поляне. Где-то здесь должны быть овцы. А вот и ты, маленький черный барашек. Подохни. Давайте с помощью птера его убьем. Заодно и птера потренируем. Фига, он сильный у меня. Нормально так. Овец был 135-го левела. Довольно-таки сильный овца. Чемпион овец. Ох, сейчас мы с него мясо возьмем. Ты как там? Нормально все? Хорошо, он еще без сознания. Давайте еще покормим его. А теперь все. Абсолютно все положить. Я знаю, что это не самая вершина в арке. Можно еще более крутых существ приручать. Но, блин, для меня это такой большой шаг вперед. Смотрите, какой он красивый. Это орел. Это лев. А раз это лев, то давайте засунем ему голову в пасть. Какого хрена ты меня пугаешь так? Что ты вообще сюда идешь? Иди отсюда. Что тебе надо от меня? Блин. Они ведь не могут напасть просто так? Не должны. Давай, птица-лев. Приручайся. О, я забыл секретный ингредиент быстрого и эффективного приручения. Чтобы ты стал частью моей семьи, нужно... Перчинку добавить тебе. 93 процента. Эффективность приручения 95,7. Блин, это... Ааа, да. Я тебя назову... Питер. Питер Грифон. Итак, что я знаю о грифонах? Они любят с высоты... ...резко разгоняться и падать на свою жертву. Давайте попробуем. Набираем высоту. И как упасть? Вот. Тихо, аккуратненько. Это надо контролировать, чем научиться. Блин, это так круто. Так, смотрите, как у него быстро стамина тратится. Тихо. Подпердывай. И осторожней. Блин. О, боже мой. Ах. Отнесло меня. С этим надо быть осторожным. Да что это за отскок позорный? Давай, как следует в землю. О. Ух, нихрена себе удар. Его в другом конце мира услышали сто пудов. Давайте-ка испытаем его в бою. От. Подохни, камень. Нет, серьезно, давайте выломим какой-нибудь твари. Вот, например, тебе. А, отлично. Но оно не сдохло. Мы помогли убить. Поддержка огнем. Я хочу убить кого-нибудь. Вот тебя. Тупая кошка. Что-то на меня, да? На меня. Ой, они все на меня. Блин, их тут двое, оказывается. Да я сейчас их должен, по идее, одолеть. Их трое. А меня бьют. А у меня стамины нет. Я не могу взлететь. Что-то надо делать как-то. Блин, как плохо. Какой он слабый, оказывается. Давайте здесь быстренько накопим стамину и уйдем. А? Не трогайте меня. Щекотливая ситуация. О, они не могут достать. Валим. Все. Прямые удары не работают. Он очень слабенький. Мне кажется, грифон хорош только по дачке собирать. И то нет. Почему так? Почему она так долго меня дразнила и нифига не дала в итоге? Исчезла. Блин, меня бесит, что грифон такой слабый. О. Я чуть его не убил сам своей тупостью. Ладно, знаешь что? Полетели-ка домой просто и все. Женек, помнишь, ты обещал, что в этой хате будет безопасно и комфортно? Эм, да, а что, это не так? Да нет, все так, но ты забыл упомянуть, что крыша тут будет течь во время дождя и что потолок мне будет непрерывно срать на голову. Потолок непрерывно срущи на голову? Да ты описал всю мою жизнь. А развитие-то идет полным ходом. Смотрите, как много резов я добыл. И что сейчас я построю, вы опигейте. Огромный, мать его, сейф. О, да. Ээээ. Такого сейфа ни в одном банке, наверное, нету. Пауэрдрыщ страдает гигантизмом, походу. Но посмотрите, здесь можно вообще весь дом уместить, все полезные резы. И, кстати говоря, этот сейф по прочности превышает. Превышает. Просто взгляните на это. Тут реально, реально весь мой дом поместился. Вся моя гребаная жизнь. И еще куча места. Говорят, не складывай яйца в одну корзину. Но что делать, если яйца просто гигантские? А корзина состоит из литого куска металла. Так, походу, я отсутствовал. Мой друг зря времени терял. Посмотрите, что он сделал. Он построил турель. И даже провел электричество в дом. А в доме что он сделал? Ой, смотрите, устал, уснул. Сделал генератор. Провел электричество. Ты хорошо потрудился, дружище. Вот тебе в знак уважения. Эхей, ты проснулся. Здорово. И тебе здорово. Слушай, ты классно тут все сделал. Да, но теперь нам нужно много топлива. Топлива хватит где-то примерно дня на полтора. Поэтому нужно много нефти. Задание получено. Я пойду добывать нефть. И я знаю, где ее добыть можно. Поблизости. Привет, старый добрый залив. О, сколько воспоминаний здесь. И ныряем. О, как четенько упали. Халявная нефть. Даже не придется нырять далеко. Разумеется, мы не можем обойтись только одной турелью. Нам нужно их много сделать. И вот мы сделали платформы для еще трех турелей. А мой друг тем временем сделал еще одну. Опа, и еще одну. И еще одну. Как-то так. Я их ставлю на среднюю дистанцию, чтобы они особо не привлекали внимания. Продолжаю добывать необходимые ресы, чтобы снабжать турели различными припасами. Типа патронов. Типа топлива. Электричество. Короче, очень много всего нужно делать. Постоянная работа нужна. Что? Мне показалось, что я птера слышал. Я же не на птере. Йоу. Опа. Ну, привет. Можете помочь, пожалуйста. Да, конечно, я могу помочь. Что тебе нужно? Нам нужно сделать седло для аргентавица. Но он у нас недостаточный левел. Ну, я могу сделать его для тебя, но мне нужны ресурсы. И что нам нужно? Давайте посмотрим, Кэм. Итак, нужно волокно, кожа, хитин, кератин. Короче, много всего нужно. О, ё-моё, у нас недостаточно кератина. Ну, все равно спасибо. Нет проблем. Обращайся в любое время. Сори. Ну, спасибо за подсказку, чувак. И тут у меня идейка возникла. Эй, слушай, а ты не хочешь объединиться? О, давай. Почему бы и нет? А сколько у вас людей в племени? О, нас просто двое. О, прикольно, у нас тоже двое человек. Дуи приглашает ваше племя в альянс-тест. Давайте примем приглашение. Я никогда такого не делал. Готово. Теперь мы сможем помогать друг другу. Рад был познакомиться. И мне тоже. Ну что ж, теперь у нас есть дружественный клан, который, надеюсь, нам когда-нибудь еще поможет. Тем временем, Спирит сделал еще две турели. Итого у нас их шесть. О, я думаю, они защищат наш дом. Но не хотелось бы проверять. Посмотрите, как много у нас ресов. Вообще, столько времени мы уже играем. И так все спокойно. Походу, это самое козырное место, в котором я строился. Никто не видит его. Но ресурсов всегда недостаточно, поэтому... О, нет. О, нет. Так, что ему надо? Охренеть. Охренеть! Вы что, ребят? Птера! Как быстро он его убил! Сволочи заходим. О, там перестрелка на улице. Быстрее, быстрее, быстрее. Черт, почему Спирита нету? Одеваемся. Блин, там что-то происходит. Берем оружие. Тракализационные стрелы взял. Где они? Турели справились? Так, патроны еще есть? Слушайте, походу, мы отбились. Отбились, но с потерями. О, блин. Придется всю ночь не спать. Это будет... Долгая ночь. Как считаешь, мы неплохо подготовились? Ну, в принципе, неплохо. Что? Как это? Все стало как прежде. Каково это, посмотреть на вещи иначе? Я никогда не испытывал ничего более реального. Запомните этот момент, дорогой друг. Вы больше, чем просто чья-то история. Идемте, коллега. Раскопки не ждут. Еще много деталей истории Пауза Рыча не найдено. Кто знает, может быть, там даже будет песчаный червь. Что? Песчаный?